Возможно, они сич... А Юра! Мне ещё 10к закинул, нахуй! Ты чё, ебанутый? 10 тысяч, ребят, это вообще не деньги. Ну, кому интересно. А 20 тысяч? Вообще, в моём случае, ценность деньгам, она расценивается немного иначе. Алиса. 10 тысяч рублей в долларах. Алё. 10 тысяч рублей в долларах. Алё, блядь, дура ебаная. Хеллоу, Сири. Хеллоу, Сири. Да чё меня все игнорируют-то, блядь? Хеллоу, Сири. Привет, Сири. Привет, Сири. Это пиздец. 10 тысяч рублей в долларах. 100 баксов? Да, тут я, пожалуй, с Юрой соглашусь. Это пиздец. Тут, пожалуй, я с Юром... С Юром... С Юром соглашусь. Блядь. Это пиздец. 10 тысяч рублей, это 100 баксов, еб твою мать. 100 баксов, блин. Как тебе курс? За сегодня плюс 2 рубля. В смысле, ещё плюс 2? 93 уже почти. Я ебал. Это вообще жесть какая-то, сука. На самом деле, самое стрёмное, знаете шо? О! Реально 94, блядь! Да ну нахуй! Ты вы чё, ебаля? Это чё, блядь! Это пиздец! Подожди! Подожди! 10 тысяч рублей тогда, если... Блядь! Да ну нахуй! Эээ, блядь! Не, самое, самое, вот, самое дерьмовое, знаете что? Вот знаете, шо самое дерьмовое в данной ситуации? И неприятное лично для меня, например. Знаете что? Я за квартиру, в которой я живу, плачу 3 тысячи долларов в месяц. Показываю график. Например, смотрите. Ааа, вот график, да? Например, в августе 22-го года за эту квартиру в месяц в рублях я платил 180 тысяч. 3 тысячи долларов на тот момент это было 180 тысяч рублей. И казалось бы, ну, нормально чё, для квартиры 4-комнатной в Бруклине, в неё. В Нью-Йорке 180 тысяч рублей, в принципе, цена адекватная. Ок. Сейчас, в рублях, я за эту квартиру плачу 280 тысяч, блядь. Хотя, здесь цена не изменилась. Она как стоила 3 тысячи, так и стоит. Но для меня она подорожала на 100 тысяч рублей. Вы понимаете? На 100 тысяч рублей подорожала квартира в рублях. А я в рублях получаю деньги, в основном. Ну, вот донаты, например, они же в рублях мне приходят. Хотя, вы можете и в долларах донатить, но люди всё равно рубли кидают. Вот. И по итогу, как бы, здесь цены не изменились. Но для меня всё равно стало дороже платить за эту квартиру. Так как доллар, блядь, вырос. А, соответственно, и квартира подорожала на 100 тысяч. Охуеть. У тебя счёт на Деншнолёрс в рублях. Ну, естественно, в рублях. Потому что люди-то в рублях донатят. Господи, дебил, блядь. Это просто физдец. Короче, вот как-то так, представляете? Нормально вообще, как вы считаете? Зато, когда доллар 56 был, тебе было охуенно. Ну, как охуенно? Мне было бы охуенно, если бы доллар снова стоил 38 рублей, например. Вообще был бы балдёж. А пока... 94. Уже 90... 94. Блядь. Нет. Охуеть, скоро сотка будет. Это вообще ненормально. Это вообще ненормально. Тебе твич не платят? Платят. В долларах. Но проблема в том, что подписку-то перестали покупать активно. Подписки. Так если Денешнолёд слагает, попробуй Донат Пэй. Там и нихуя не лагает, и можно напрямую гривнами через Укркарту донатить без всяких конвертаций. Так что смогут донатить все и без проблем. Охуенно в том, что мне твич в долларах платят. Это было бы охуенно, если бы я, например, эти доллары с твича конвертировал в рубли. И жил бы в России. Тогда это было бы охуенно. Но я-то в Америке живу. Чё мне, блядь, охуенного? Наоборот, с тех времён, как началась война, у меня тогда было по 5-6 тысяч подписчиков платных. А теперь... 2 200, блядь. Знаете, сколько это в долларах? 2 200 долларов. А квартира стоит 3 тысячи. Мне даже на хату не хватает, блядь. С твича, понимаете? То, что я с твича получаю. Мне даже не хватает за квартиру заплатить.